Беспрецедентный погром, устроенный радикалами-националистами Офису президента Украины Владимира Зеленского, увы, никак не может считаться сугубо внутренней проблемой Киева, докатившегося, похоже, до полной утраты даже внешних признаков государственности. Речь идет о стране, сосредоточившей немаленькую войсковую группировку как на границах республик Донбасса, где уже во множестве проживают люди, имеющие гражданство России, так и непосредственно вблизи рубежей нашей Родины. А также выдвигающей к ней конкретные территориальные претензии. Главными действующими лицами и исполнителями отвратительного шабаша, развернувшегося 20 марта на улице Банковой в Киеве, выступают те, для кого ненависть ко всему русскому является не просто идеологией, но и, можно сказать, смыслом жизни. Исходя из этих моментов и следует рассматривать все происходящее, делая соответствующие выводы. Министр, черт, президент, лох. Государства больше нет. Явившиеся в этот день к стенам резиденции главы государства представители наиболее экстремистских националистических группировок решили таким образом отметить 25-летие бывшего главы правого сектора Одессы Сергея Стерненко, находящегося сейчас в стенах СИЗО. 23 февраля нынешнего года суд, вопреки ожиданиям патриотов, все-таки набрался смелости приговорить этого убийцу, наркоторговца и откровенного бандита к семи годам лишения свободы по одному из многочисленных эпизодов его преступной деятельности. Речь в данном случае шла о похищении человека, пытках и вымогательстве. Собравшиеся под офисом президента активисты требовали немедленно освободить их соратника на том основании, что он истинный патриот Украины, а все его жертвы были несомненными ватниками и сепарами. Такая вот незамысловатая революционная целесообразность. Также погромщиками был выдвинут и ряд дополнительных требований выпустить на волю всех политзаключенных, то есть наиболее отъявленных радикалов, умудрившихся схлопотать срока по чисто уголовным статьям, отправить в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Одним словом, раз и навсегда признать, что брызжущие слюной патриотических лозунгов радикалы на постмайданной Украине абсолютно неприкосновенны и обладают иммунитетом почище депутатского. А следовательно, могут творить абсолютно все, что им вздумается, травить неугодных, совершать любые преступления, калечить и убивать людей, объявленных ими врагами нации. Для лучшего понимания и более глубокого усвоения президентом выдвинутого ему ультиматума, собравшаяся на площади у его резиденции, толпа устроила очень даже яркое шоу, которое тянет сразу на несколько статей Уголовного кодекса, не говоря уж об административном. Начнем с того, что митинг был, конечно же, несанкционированным. Более того, проходил он в тот момент, когда в украинской столице уже ввели локдаун, однозначно запрещающий любые массовые мероприятия, пусть даже и самые законные. Впрочем, все это невинные детские шалости в сравнении с тем, что демонстранты творили у стен офиса лидера нации. Выкрикиванием и скандированием оскорблений в его адрес, в том числе и с обильным применением нецензурной лексики, дело далеко не ограничилось. Беснующимися радикалами были разбиты стекла в окнах и дверях здания администрации. Весь ее фасад, стены, крыльцо, расписаны угрозами и бранью в его адрес, а также относительно того же главы МВД. Зеленскому при этом досталось почетное звание лоха, а Аваково бесчинствовавшие в присутствии жиденькой цепочки его подчиненных радикалы величали чертом. С другой стороны, для рядовых полицейских тоже нашлись теплые слова, участники акции обильно покрыли все доступные поверхности надписями A, C, A, B, All Cops are Bastards, или по-нашему, все полицейские. И положено на хорошем шоу, без пиротехники, от взрывов петард у присутствовавших закладывало уши, а запускаемые раз за разом фейерверки, вопреки, опять-таки, прямому запрету на них, действующему в Киеве, вызвали несколько возгораний, тушить которые пришлось пожарным. Апофеозом мирной акции стала попытка поджечь красующуюся у входа в здание монументальную табличку «Президент Украины». Убедившись в том, что без применения специальных средств, вроде термита, сделать это будет проблематично, активисты попросту испакостили ее очередными хулительными надписями. Одним словом, погуляли на славу. Единственная робкая попытка правоохранителей оттеснить этот обезьянник от стен святая святых, едва не закончилась плачевно для них же. Радикалы забросали полицейских фаерами, и тем пришлось уносить ноги от греха подальше. Почему же так вышло? Первый звонок или последнее предупреждение? Надо сказать, что первых участников акции, которые начали подтягиваться к президентской администрации заблаговременно, и мелкими группками полицейские пропускали совершенно беспрепятственно, без всякого досмотра. Так что, в принципе, вместо относительно безобидных петард и шутих, те могли притащить и кое-что другое. Например, боевые гранаты, которые уже один раз были пущены в ход такими же точно демонстрантами у стен украинского парламента. Поведение полиции при этом выглядит предельно странно, чтобы не сказать больше. Понятно, что при том состоянии правоохранительных органов, до которого они докатились в незалежной после Майдана, с совершенно угробленной системой профилактической работы, в том числе и агентурной, о готовящемся погроме, могли просто не знать. Хотя в такое поверить сложно, меры безопасности на Банковой перед ней были вроде бы усилены. По крайней мере, количество дежуривших там полицейских было увеличено с обычных двух десятков до сотни человек. Однако, во-первых, для такого развития событий, которое последовало в самом скором времени после появления там первых активистов, этого количества было явно недостаточно. А во-вторых, даже эти сто полицейских играли во всем происходящем малопочтенную роль то ли зрителей, то ли статистов. На многочисленные и вопиющие нарушения закона, в том числе такие, как уничтожение государственной собственности и открытые призывы к физической расправе над главой государства, которого они вообще-то поставлены были охранять, они не реагировали совершенно. Запускаемые прицельно в крышу здания президентской администрации фейерверки вообще-то в любой стране были бы восприняты как попытка совершить ее поджог, каковым они, по сути, и являлись. Складывается впечатление, что полицейские стояли поджав хвост, поскольку получили соответствующие команды, двойного толкования не допускающие. А отдать их мог только тот самый Аваков, которого радикалы навеличивали чертом и призывали вышвырнуть из МВД. Что характерно, один из наиболее одиозных заместителей Авакова, Антон Геращенко, прославленный умением находить агентов Кремля везде, вплоть до темных углов под собственной кроватью, впоследствии принялся говорить по данному поводу совершеннейшую нелепицу. Мол, митингующие провоцировали полицейских на применение силы, стремясь к тому, чтобы их избили, а правоохранители, умнички, не подались на провокации этих интриганов мазохистов. Что за бред, простите? Существуют ситуации, в которых сила должна применяться полицейскими, вне всяких сомнений, по определению, так сказать. В том же оплоте мировой демократии, США, аналогичная атака, осуществленная на здание Конгресса, закончилась стрельбой на поражение и убитыми демонстрантами. А уж если бы толпа пошла на штурм Белого дома, реакция наверняка была толпе маргиналов, с их совершенно противозаконными и априори невыполнимыми, в нормальном государстве требованиями запросто дали разгромить все, что им захотелось в дребезги и пополам, и при этом даже пальцем не тронули. Воля ваша, но радикалы могли обзывать Авакова как угодно и сколько угодно, но не заручившись его поддержкой, они не проскакали бы на Банковой и получаса. И это говорит о том, что все произошедшее, никакая не спонтанная акция, а очень четко продуманное послание Зеленскому, в последнее время принявшемуся строить из себя эдакого жесткого лидера, примеряя явно непосильные для него диктаторские полномочия. Все его попытки через принятие на СНБА антироссийских решений, изображающих борьбу с московской агентурой, перехватить у националистов патриотическую повестку, закончились ничем. Эта публика ждет лишь команды ФАС и готова снести комика, не имеющего никакой силовой поддержки, буквально в любую минуту. Перефразируя известную цитату из Бабеля, никто не знает, где у Авакова заканчивается полиция и начинаются националистические штурмовики. Доподлинно известно одно, его влияние, причем решающее, присутствует и там, и там. Это очень четко, лишний раз дали понять Зеленскому 20 марта. Ворон, как известно, ворону глаз не выклюет. Стоит этому горе-лидеру сделать еще что-то не то, и его власть закончится во мгновение ока. И вот тут уже начинаются проблемы, самым непосредственным образом касающиеся нашей страны. Интересно, понимают ли в Кремле, что буквально в любую минуту вместо имеющейся сейчас в Киеве, пусть русофобской, враждебной, но относительно вменяемой и придерживающейся каких-то рамок власти, там может воцариться самая настоящая фашистская диктатура, со всеми ее классическими проявлениями и признаками. От костров из книг до концентрационных лагерей для русских. Зеленский, каким бы он ни был жалким и беспомощным, не отдаст команду о наступлении на Донбассе, не заручившись прямой и однозначной поддержкой Вашингтона и Лондона. Тем же, кто даже нынешнюю пародию на выполнение Минска 2 клеймит, как зраду и капитуляцию, это будет, расплюнуть. Режим, который возникнет на Украине в результате переворота радикалов, предотвратить который, как все убедились, не сможет никто. Без войны и вне войны существовать не сможет. Совершенно не важно, возглавит ли хунту сам Аваков, или же он будет стоять за спиной выдвинутого на первый план фюрера из вождей националистов, к примеру, того же Белецкого. Вся эта публика будет действовать таким образом, что не вмешаться Россия, не потеряв при этом лицо на геополитическом уровне, просто не сможет. Когда нашим властям следует быть готовыми к такому повороту. Вчера.